Санкции Думаю, в этом зале нет необходимости объяснять, в каких условиях пришлось всем работать. По России был нанесен санкционный удар, равного по силе, которому в новейшей истории не было. Главной целью был именно российский народ. В этот черный список попали основатель Яндекса Аркадий Волож, люди из близкого окружения Путина, дети пресс-секретаря Дмитрия Пескова, его жена, олимпийская чемпионка Татьяна Нанавка, экс-гимнастка Алина Кабаева, сын бизнесмена Евгения Пригожина Павел и ряд близких к Кремлю миллиардеров, промышленников вместе с родственниками плюс десятых крупных компаний. Причина – война в Украине. К сожалению, от такой политики страдают и совершенно невинные государства, прежде всего развивающиеся и беднейшие. Именно на них в первую очередь отразились западные ограничения на поставки российских энергоносителей, продовольствия, удобрений на мировые рынки. Тот блиц-крик, на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся. Это очевидно, наша финансовая система, промышленность работают ритмично. Исхожу из того, что рано или поздно ситуация стабилизируется и общение восстановится. Но искренне надеюсь, что к тому времени значительная часть этих персонажей уйдет на пенсию, а часть – в лучший мир. С добротой, сказал Дмитрий Анатольевич, безусловно. Но у него острые выступления, да? Жесткие. Сталина на вас нет. Дмитрий Медведев на совещании с директорами оборонных предприятий в воспитательных целях прочитал им телеграмму Сталина времен Второй мировой войны. По словам бывшего президента России, сейчас ситуация схожая. Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, запятая, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Точка. И очевидно, что мир действительно вплотную из-за того, что происходило, подошел к угрозе Третьей мировой войны. Образ абсолютной, тотальной победы России во всей этой ситуации, и в ценностной, и военной операции на Украине. Вот что вас полностью удовлетворит, и вы скажете сами себе, что вот это победа? Ну, во-первых, конечно же, трибунал над хунтой Зеленского. Это просто удивительный кретин. А второй знак нашей победы, это когда европейские государства постучат, ну, кстати, извините, пожалуйста, мы не правы, можно все-таки нам немножко газу? Потому что Европа сейчас катится, сама не понимает. Помогая там украинской армии и выполняя все заказы Америки. Что они должны когда-то упереться в дно. Вот точно должны. А оттуда путь только наверх. А наверх им к Америке никак. Один вариант, только Россия. Вы что, не знаете об этом, что ли? Какое главное качество, или может быть, несколько русского человека? Что нас отделяет от других? Или других отделяет от нас? Главное качество русского человека. Вы знаете, у Тараса Бульба есть такой монолог про товарищество. Во многих землях вы бывали, видели, и там люди вроде с Богом живут. Но таких товарищей, как здесь на Руси, нету. И так умирать, как наши умирают. Ведь не страшно, что умрешь, а вот страшно как и за что. Вот так, как наши умеют любить, дружить и умирать, это, конечно, да еще в таком количестве. Как это ни печально, ни страшно. Да и такого количества святых нет ни в одной из стране мира. Вот, наверное, в этом наша сила. Станет Бог. Мы русские, станет Бог. Российский паспорт в рейтинге свободы поездок оказался ниже Гондурасского. Совпадение? Не думаю. По числу стран, куда его обладатель может выехать без получения визы, российский паспорт оказался на 50-м месте. Между паспортами Палау и Боснии и Герцеговины. Как вам название? О мерах воздействия противодействия на недружественные действия. Даже не хочу комментировать. Борис Борисович, вы с юристами вообще? Давайте к сути. В этом законе есть вещи, ну абсолютно такие разумные и правильные. Это санкции, направленные против компаний американских. Понимаете, да? Вот, например, они там замучили нашего Дерипаску и Русал. Логично замучить каких-то американских олигархов. Симметричная мера, запретить им как-то здесь работать и так далее. Но проблема в том, что этот закон реально создает проблемы не для американского бизнеса, а для десятков миллионов российских граждан. Чисто и правда. Каким же образом? Вот две только вещи. Первое. Лекарства, о которых вы сказали. Понимаете, какая история? Ну я вот уже пожилой человек, пью лекарства разные, да? Мы все не без греха. К сожалению, жизнь устроена так, что эти лекарства сделаны в странах вероятного противника. Да, вот в основном, ну, Германия, японская сейчас от давления. А вы выплевываете. Вы выплевываете. А я хорошо помню. Вот вы смеетесь, да? Выплевываете. Я хорошо помню, что когда мне первый раз поставили диагноз гипертония в советское время. Пору дуба завариваю. Вы знаете, что мне прописали? Боярышник. Боярышник. Вот, Боярышник. Вот, Боярышник. Вот, да, буквально ответ. Не, ну это же не разговор. Ну надо же как-то лечиться. Мы закупаем в Индии лекарства, например, она санкциям не подлежит. Молодцы. Теперь дальше. Вторая проблема, которая там есть. А какие вы пьете американские, вы не сказали, потому что я тоже не очень здоров. Нет, смотрите. А? Нет, то, что я... Я специально посмотрел, что я... Именно американские. Вас-то как затронет, Борис Борисович? Я объясню. Ну ответьте, какие американские таблетки вы пьете? Очень просто. Скажите нам. Я пью таблетки, я не хочу рекламу в эфире называть. Ну скажите хоть от чего? В тех самых странах, которые поддержали санкции. Во Франции, Швейцарии, Наварки. Я вам говорю, боярышник, а эти сплевывайте. Хорошо, боярышник я уже начал. Я готовлюсь, я начал, да. Взять мало, надо еще удержать. И надо еще, чтобы экономика своя не рухнула. Взять-то можно, дать что сделать. Поэтому, когда обезьяна пытается проглотить орех, она примеряет, выйдет он или нет. Украина целиком и полностью была создана Россией. Когда неизвестно все, то оценивать, это примерно как оценивать слона, ощупывая его ногу. На! Чего тогда мы рюпали, Якович? Чего не одессу? Варшава. Ну, чего уж там. Многие кричали за Варшаву, а что? И что? И что? И что? Если кто-то неправильно дал расчет, то значит за 48 часов увидели кардинальные ошибки. Всегда легко судить, когда есть завтрашние газеты. Это не легко судить. Не завтрашние газеты. Якович, я знаю. На! Санкции уход с рынка иностранных производителей и разрыв экономических связей стали причиной для скачка цен на товары для детей. Если с игрушками можно повременить, а на одежде сэкономить, то отказаться от детского питания невозможно. Прилавки пустеют, ценники переписываются. Теперь смесь для грудного вскармливания едва ли не роскошь. 1500 рублей. На два теперь смело можно умножить и цены на одежду. Выросли цены на памперсы. Где взять на них деньги, когда они стоят под 3000? Цены выросли практически в два раза в зависимости от категории товара. Очень подорожала одежда и обувь. Эксперты говорят, страна получила возможность запустить импортозамещение в таких масштабах, каких еще не знала история. Министр промышленности и торговли Денис Валентинович сказал фразу. Ее передали все интернет-каналы. Импортозамещение остановилось по причине невозможности приобрести импортные компоненты. Честно говоря, я подумал, ну наконец-то правду сказали. Вопрос был только один, кто пойдет докладывать руководству страны, что это провалилось. Положите просто пальчик на свои глаза, ну примерно вот так вот, вот положите, вот так вот. Сделайте. Операция развивается успешно. В строгом соответствии с заранее утвержденными планами. Как людям выживать? Что опять огороды? Сельские малые города, да, так и будет. Я уже где-то прочитала у какого-то дяденьки, который сказал, я картохи в три раза больше посажу. А у меня нет картохи. Значит, городские подработки всех возможных видов, ну мы же все это уже проходили. И ограничение потребления того, что вы не сильно уже можете себе позволить. Вот и все. Хорошо для нас, если бы те, кто хочет вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести. И как можно быстрее. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ